Привет, ребятки мои! С вами Пол Керен. Рад встретиться здесь, на моих книжных подкастах под чаёчек. И сегодня вместе с вами мы начнём цикл передач, которые будут полезны актёрам, а также людям, которые связаны с этой интересной профессией. Ведь сегодня мы начнём читать книгу Михаила Александровича Чехова о технике актёра. Поэтому вперёд на кухню за вкусными ништяками и большой кружкой любимого чая. Устраивайтесь поудобнее, включайте запоминалочку и приготовьтесь слушать. Михаил Александрович Чехов о технике актёра. Предисловие. Предлагаемая книга есть подгляд творческого процесса. Подгляд начался много лет назад, ещё в России, а затем продолжался в Латвии, Литве, Польше, Чехословакии, Австрии, Германии, Франции, Англии и Америке. Актёры и режиссёры всех типов, школ, направлений и калибров прошли перед моими глазами. Приведение в порядок, систематизация и упрощение накопившегося материала заняло целый ряд лет. В 1936 году мисс Беатрис Страйт открыла в Англии Диваншайр Дартингтон-Холл, театральную школу, из которой по её замыслу должен был образоваться театр. Там я как руководитель школы получил возможность произвести ряд ценных экспериментов. Перед войной школа была переведена в Америку. Там она превратилась в профессиональный театр Чехов Плеерс. Дав несколько спектаклей на Бродвии, театр стал разъезжать по штатам в качестве пионера принципов театрального искусства. Однако деятельность молодого театра прекратилась почти в самом начале. Война отозвала на фронт многих молодых актёров-труппы. Эксперименты ещё продолжались некоторое время с актёрами Бродвея, но и из их среды большинство скоро тоже должны были уйти на фронт. Первоначальная версия этой книги была написана на английском языке. Незаменимое содействие оказали мне в этот период работы мисс Дайердри Хёрст, квалифицированная преподавательница предлагаемого в этой книге метода, мистер Харт Хертфилд и профессор Пол Маршал Эллен. Этим лицам я приношу здесь свою глубокую благодарность? Очень признателен Сергею Львовичу Бертонсону за его помощь по редактированию этой книги. Особенно радостным долгом своим я считаю выразить благодарность Г.С. Жданову, работавшему со мной на протяжении многих лет. Его постановки, педагогическая деятельность и эксперименты, основанные на принципах, излагаемых в этой книге, оказали мне большую услугу. Идеи, вопросы и советы Г.С. Жданова были ценным вкладом в мой труд. Г.С. Жданову за его бескорыстную помощь я и посвящаю эту книгу. Голливуд, 1945 год, день окончания войны. ВООБРАЖЕНИЕ И ВНИМАНИЕ Первый способ репетирования. Не то, что есть, побуждает к творчеству, но то, что может быть. Не действительно, но возможно. Рудольф Штейнер. Все моложе и моложе чувствует себя тот, кто вступает в мир воображения. Теперь он знает, это рассудок старил его душевно и делал таким негибким. Эр Мейер. Образы фантазии живут самостоятельной жизнью. Вечер. После долгого дня, после множества впечатлений, переживаний, дел и слов, вы даете отдых своим утомленным нервам. Вы садитесь, закрыв глаза или погасив в комнате свет. Что возникает из тьмы пред вашим внутренним взором? Лица людей, встреченных вами сегодня. Их голоса, их разговоры, поступки, движения, их характерные или смешные черты. Вы снова пробегаете улицы, минуете знакомые дома, читаете вывески. Вы пассивно следите за пестрыми образами воспоминаний проведенного дня. Но вот незаметно для вас самих вы выходите за пределы минувшего дня, и в вашем воображении встают картины близкого или далекого прошлого. Ваши забытые, полузабытые желания, мечты, цели, удачи и неудачи встают перед вами. Правда, они не так точны, как образы воспоминаний сегодняшнего дня. Они уже подменены кем-то, кто фантазировал над ними в то время, как вы забыли о них. Но все же вы узнаете их. И вот среди всех видений прошлого и настоящего вы замечаете, то тут, то там проскальзывает образ, совсем незнакомый вам. Он исчезает и снова появляется, приводя с собой других незнакомцев. Они вступают во взаимоотношения друг с другом, разыгрывают перед вами сцены. Вы следите за новыми для вас событиями, и вас захватывают странные неожиданные настроения. Незнакомые образы вовлекают вас в события их жизни, и вы уже активно начинаете принимать участие в их борьбе, дружбе, любви, счастье и несчастье. Воспоминания отошли на задний план. Новые образы сильнее воспоминаний. Они заставляют вас плакать или смеяться, негодовать или радоваться с большей силой, чем простые воспоминания. Вы с волнением следите за этими откуда-то пришедшими, самостоятельной жизнью живущими образами, и целая гамма чувств пробуждается в вашей душе. Вы сами становитесь одним из них. Ваше утомление прошло. Сон отлетел. Вы в приподнятом творческом состоянии. Актер и режиссер, как и всякий художник, знают такие минуты. «Меня всегда окружают образы», — говорит Макс Рейнгард. «Все утро», — писал Диккенс, — «я сижу в своем кабинете, ожидая Оливера Твиста». Но он все еще не приходит. Гетте сказал, — «Вдохновляющие нас образы сами являются перед нами, говоря, мы здесь». Рафаэль видел образ, прошедший перед ним в его комнате. Это была Сикстинская Мадонна. Микеланджело воскликнул в отчаянии. «Образы преследуют меня» и понуждают ваять их формы из скал. Если бы современный актер захотел выразить старым мастерам свои сомнения по поводу их веры в самостоятельное существование творческих образов, они ответили бы ему. Ты заблуждаешься, предполагая, что можешь творить исключительно из самого себя. Твой материалистический век привел тебя даже к мысли, что твое творчество есть продукт мозговой деятельности. Ее ты называешь вдохновением. Куда ведет оно тебя? Наше вдохновение вело нас за пределы чувственного мира. Оно выводило нас из узких рамок личного. Ты сосредоточен на самом себе. Ты копируешь свои собственные эмоции и с фотографической точностью изображаешь факты, окружающие тебя жизни. Мы, следуя за нашими образами, проникли в сферы для нас новые, нам до то ли неизвестные. Творя, мы познавали. Власть над образами. Если в вас достаточно смелости, чтобы признать самостоятельное существование образов, вы все же не должны довольствоваться их случайной хаотической игрой, как бы много радости она не доставляла вам. Имея определенную художественную задачу, вы должны научиться властвовать над ней, организовывать и направлять их соответственно вашей цели. Упражнения на внимание помогут вам в этом. Тогда, подчиненные вашей воле, образы будут являться перед вами не только в вечерней тишине, но и днем, когда солнце сияет и на шумной улице, и в толпе, и среди дневных забот. Активно ждать. Но вы не должны думать, что образы будут являться перед вами законченными и завершенными. Они потребуют немало времени на то, чтобы, меняясь и совершенствуясь, достичь нужной вам степени выразительности. Вы должны научиться терпеливо ждать. Леонардо да Винчи годы ждал, пока он смог закончить голову Христа в тайной вечере. Но ждать не значит ли это пребывать в пассивном созерцании образов? Нет. Несмотря на способность образов жить своей самостоятельной жизнью, ваша активность является условием их развития. Что же делаете вы в период ожидания? Вы задаете вопросы являющимся перед вами образом, как вы можете задавать их вашим друзьям. Весь первый период работы над ролью, если вы систематически проводите его, проходит в вопросах и ответах. Вы спрашиваете. И в этом ваша активность в период ожидания. Меняясь и совершенствуясь под влиянием ваших вопросов, образы дают вам ответы, видимые вашему внутреннему взору. Но есть два способа задавать вопросы. В одном случае вы обращаетесь к своему рассудку. Вы анализируете чувства образа и стараетесь узнать о них как можно больше. Но чем больше вы знаете о переживаниях вашего героя, тем меньше чувствуете вы сами. Другой способ противоположен первому. Его основа – ваше воображение. Задавая вопросы, вы хотите увидеть то, о чем спрашиваете. Вы смотрите и ждете. Под вашим вопрошающим взглядом образ меняется и является перед вами как видимый ответ. В этом случае он продукт вашей творческой интуиции. И нет вопроса, на который вы не могли бы получить ответа. Все, что может волновать вас, в особенности в первой стадии вашей работы, стиль автора и данные пьесы, ее композиция, основная идея, характерные черты действующих лиц, место и значение среди них в вашей роли, ее особенности в основном и в деталях. Все это вы можете превратить в вопросы. Но, разумеется, не на всякий вопрос вы получите немедленный ответ. Образы часто требуют много времени для того, чтобы совершить необходимое им превращение. Если вы спросите, например, вашего героя, как входит он в первый раз на сцену в обстоятельствах данных автором, вы по всей вероятности получите почти мгновенный ответ. Образ сыграет перед вами свой выход. Но вы можете также спросить, каково отношение лица, которое вы должны изобразить на сцене к другому лицу в пьесе. И ответ может прийти уже не с такой быстротой. Могут понадобиться часы, а может быть и дни. Вы увидите ряд сцен, моментов, мгновений, где все с большей и большей ясностью ваш герой своим поведением, своей игрой, за которой вы следите вашим внутренним взором, шаг за шагом сделает ясным для вас свое отношение к другому лицу. На это вы должны дать ему время. Еще больше времени, несомненно, понадобится для того, чтобы вы могли, например, увидеть ответ на вопрос «Какова основная идея пьесы?». В этом случае все образы, и в особенности главные, должны проделать сложное превращение. И все они должны многократно сыграть перед вами одну сцену за другой. Но ваш настойчивый вопрошающий взгляд заставит их постепенно прийти к двум-трем сценам, а может быть и всего к одной. Когда перед вами вспыхнет основная идея пьесы в образах этих двух-трех сцен в поведении героев, в нескольких фразах, которые они произносят в этих сценах. Так день за днем путем вопросов и ответов будет осуществляться ваша художественная цель и созревать задуманное вами произведение. Видеть внутреннюю жизнь образа По мере того, как вы будете прорабатывать и укреплять ваше воображение, в вас возникнет чувство, которое можно выразить словами. То, что я вижу моим внутренним взором, те художественные образы, которые я наблюдаю, имеют подобно окружающим меня людям внутреннюю жизнь и ее внешнее проявление. С одной только разницей. В обыденной жизни за внешними проявлениями я могу не увидеть, не угадать внутренней жизни стоящего передо мной человека. Но художественный образ, предстоящий моему внутреннему взору, открыт для меня до конца со всеми его эмоциями, чувствами и страстями, со всеми замыслами, целями и самыми затаенными желаниями. Через внешнюю оболочку образа я вижу его внутреннюю жизнь. Микеланджело, создавая своего Моисея, видел не только мускулы, волны волос на бороде и складки одежды. Он видел внутреннюю мощь Моисея, создавшую эти мускулы, вены, складки и композицию ритмически падающих волос. Леонардо да Винчи терзали образы его фантазии своей пламенной внутренней жизнью. Он говорил, «Где наибольшая сила чувств, там и наибольшее мученичество». Внимание! По мере того, как путем систематических упражнений вы развиваете свое воображение, оно становится все более гибким и подвижным. Образы вспыхивают и сменяют друг друга со все возрастающей быстротой. Это может привести к тому, что вы будете терять их раньше, чем они успеют воспламенить ваше творческое чувство. Вы должны обладать достаточной силой, чтобы быть в состоянии остановить их движения и держать их перед вашим внутренним взором так долго, как вы этого захотите. Сила эта – есть способность сосредоточивать свое внимание. Все мы обладаем ею от природы, и без нее мы не могли бы выполнить ни одного даже самого незначительного повседневного действия, за исключением действий нам привычных. Но сила концентрации, которой мы пользуемся в обыденной жизни, недостаточно для актера с развитым воображением. От этой силы в значительной мере зависит и продуктивность изображение. Поэтому вы должны развить ее в себе. Успех этого развития будет зависеть столько же от упражнений, сколько и от правильного понимания природы и сущности внимания. Внимание есть процесс. Что переживает душа в момент сосредоточения? Если вам случалось наблюдать себя в такие периоды вашей жизни, когда вы в течение дней и недель с нетерпением ждали наступления важного для вас события или встречи с человеком желанным и любимым, вы могли заметить, что наряду с вашей обыденной жизнью вы вели еще и другую – внутренне деятельную и напряженную. Что бы вы ни делали, куда бы ни шли, о чем бы ни говорили, вы непрестанно представляли себе ожидаемое вами событие. Даже и тогда, когда сознание ваше отвлекалось заботами повседневной жизни, вы в глубине души не перерывали связи с ним. Внутренне вы были в непрестанно деятельном состоянии. Это деятельность и есть внимание. Рассмотрим ее подробнее. В процессе внимания вы внутренне совершаете одновременно четыре действия. Во-первых, вы держите незримо объект вашего внимания. Во-вторых, вы притягиваете его к себе. В-третьих, сами устремляетесь к нему. В-четвертых, вы проникаете в него. Все четыре действия, составляющие процесс внимания, совершаются одновременно и представляют собой большую душевную силу. Процесс этот не требует физического усилия и протекает целиком в области души. Даже в том случае, когда объектом вашего внимания является видимый предмет и вы принуждены физически пользоваться вашим зрением, все же процесс сосредоточения внимания лежит за пределом физического восприятия зрением, слухом или осязанием. Часто упражнения на внимание ошибочно строятся на напряжении физических органов чувств – зрения, слуха, осязания и т.д. Вместо того, чтобы рассматривать физическое восприятие как ступень, лишь предшествующую процессу внимания. В действительности органы внешних чувств освобождаются в тот момент, как начался процесс внимания. Ожидая предстоящего события, то есть будучи сосредоточены на нем, вы можете, как я уже сказал выше, днями и неделями вести вашу повседневную жизнь, свободно пользуясь вашими органами чувств. Внимание протекает за их пределами. И даже, вы заметите это при дальнейших упражнениях, чем меньше напряжены органы ваших чувств, тем скорее вы достигаете сосредоточения внимания и тем значительнее его сила. Едва ли следует говорить о том, что объектом внимания может быть все, что доступно сфере вашего сознания, как образ фантазии, так и конкретный физический предмет, как события прошлого, так и будущего. Упражнение первое. Внимание. Выберите простой предмет. Рассмотрите его. Чтобы избежать глядения на предмет, опишите для себя его внешний вид. Проделайте внутренне, психологически все четыре действия, составляющие процесс внимания. Держите предмет. Притягивайте его к себе. Устремляйтесь к нему. Проникайте в него, как бы стараясь слиться с ним. Каждое из этих действий проделайте сначала отдельно, потом вместе соединяя по два, по три и так далее. Продолжайте упражнение, следя за тем, чтобы ни органы ваших чувств, ни мускулы тела не напрягались излишне. Меняйте объекты вашего внимания в такой последовательности. Простой видимый предмет. Звук. Человеческая речь. Простой предмет, вызванный в воспоминании. Звук, вызванный в воспоминании. Человеческая речь, слово или одна фраза, вызванная в воспоминании. Образ человека, которого вы хорошо знаете, вызванный в воспоминании. Образ, взятый из пьесы или литературы. Образ фантастического существа, пейзажа, архитектурной формы и так далее, созданный вами самими. Упражняйтесь до тех пор, пока внимание с его четырьмя действиями не станет для вас легко выполнимым, единым душевным актом. Сосредоточив внимание на объекте, начните одновременно выполнять простые действия, не имеющие к объекту внимания прямого отношения. Держа, например, в сфере внимания образ человека, в данный момент отсутствующего, начните убирать комнату, приводить в порядок книги, поливать цветы или делать любое легко выполнимое действие. Постарайтесь уяснить себе при этом, что процесс внимания протекает в душевной сфере и не может быть нарушен внешними действиями, одновременно с ним совершаемыми. Следите, чтобы внимание по возможности не прерывалось. Не доводите себя до утомления, в особенности в начале. Регулярность в упражнениях два-три раза в день важнее, чем их длительность. Время от времени возвращайтесь к первоначальным, более простым упражнениям. Последствия развития внимания. Овладев техникой внимания, вы заметите, что все ваше существо оживет, станет активным, гармоничным и сильным. Эти качества проявятся и на сцене во время игры. Бесформенность и расплывчатость исчезнут, и ваша игра получит большую убедительность. Одновременно с упражнениями на внимание делайте и упражнения на воображение, о которых мы прочитаем с вами в следующей передаче, друзья. Спасибо большое, что были со мной сегодня здесь, на этом книжном подкасте «Под чаёчек». С вами был я, Пол Керен. Желаю вам овладеть упражнениями, о которых мы сегодня прочитали, и несколько раз внимательно послушать первую часть книги. Хорошего настроения, отличного времени суток, не забудьте подписаться на канал, чтобы слушать. Дальше оцените мое чтение, поставив лайк или дизлайк под этим видео. Ну а я пойду читать дальше. Давайте. Обнял. Приподнял. Пока.